добрый день дорогие друзья вы на канале рыбалка это жизнь и сегодня я хотел бы вам с вами поговорить о обыкновенной карповой карасевой снастью на речке ну нашел вот такой вот груз с пружинкой и вот на основе этого груза я вам покажу как я делаю снасть на карпа и на карася простейшую снасть ну проще уже некуда ну что поехали эту снастью вам предлагаю сделать от начала и до конца это для чего для того чтобы каждый человек тоже начинающий даже новичок мог бы это сделать эту снасть значит начну я с отвода как я его делаю взял обыкновенные обыкновенно шила здесь сделал отверстие в ручке у нас мы завожу сюда конец проволоки проволоку взял нержавейку из со сварочных работ где-то 0608 и начинаю ее накручивать вот просто накручиваю делаю основание для площадку вернец мы для отвода опять же раньше мы мы от вот этот не делали а просто вязали клетский поводок ну не знаю может быть можно вернуться и к прежним снастям ну уже делаем так как мы сейчас вот я показываю то как мы делаем именно сейчас вот настоящее время ну все я считаю что площадке достаточно дальше немножко и выравниваю ну все и вытаскиваю сшила вот этот край обрезаю здесь вот делаю отвод беру круглогубцы и делаю здесь петелечку этот кольцо ну вот принципе отводики готов мне кажется такой отвод сможет сделать любой человек было бы только желание все вот сюда поставлю термоусадку чтобы при рыбалке это место нам не мешало не не забуду о том не леску ничего вот так вот и зажигалочка мы это дело отсадим антима зажигалка все вот получился у нас отводик ну что дальше беру литкор но тут мне привычнее сейчас последнее время делать это все на литкоре нравится мне этот материал снимаю рубашку сердцевину убираю так сначала поставлю бусинку чтобы наш вертлюжок играл а потом ставлю стопорок почему я здесь решил на стопорках потому что в принципе литкор хорошо держит эти стопорки и стопорки во время рыбалки не будут не будут не будут проскальзывать так это верхняя часть на нижней сделать тоже самое нас леска я уже давно это все это сделал бы ну я говорю полюбил я этот литкор за то что вот берешь стопорок этот и с большим большим трудом его передвигаешь даже при поклёвке вот этот мой этот отводик он его смещаться а если сместится то смута не нам ненамного так дальше ставлю пружину на конец уже раз отрасли сейчас поставишь эту пружину вошла пружину ставлю еще еще одну ставлю бусинку теперь привязываю сюда квикчейдж да раньше у нас такого не было и квикчейджи самобыстросъемники или ткоры это все это конечно все это новое но это хорошее новое поэтому надо его применять вот вот получилась вот такая вот конструкция вот чем хороши вот эти стопорки что можно менять расположение нашего отвода куда хочешь туда его поставишь хочешь выше кормушки хочешь ниже и от этого будет зависеть конечно и длина поводка ну сейчас я поводки повяжу и покажу что в конце концов получается ну что-то сделал два поводка и теперь просто цепляю эти поводки на нашу снасть на поводки подцепил вот такие вот силиконовые силиконовые трубочки ну здесь эта силиконовая трубочка нужна для того чтобы закрыть квикчейдж а с этой стороны трубочка нужна для того чтобы ну еще чуть-чуть отодвинуть чтобы не делать громоздкий цена сильно большой отвод еще трубочка позволяет дополнительно отодвинуть леску от ствола нашей снасти вот здесь вот здесь ну все плоскогубцы нам помощь и мы все это заканчиваем ну крючок здесь я подцепил хороший это карповый крючок значит он снасть будет тоже предназначена для карпа ну будет ловить и карася сюда горошек сюда рухлую мастерочку и вперед за орденами все друзья будьте здоровы не хвастанье чешуи встретимся на рыбалке все что я хотел рассказать да кстати есть еще вот такая вот снасть вот тоже самое но вот здесь вот коромысла ну если будет интересно пишите в комментариях сделаю такую снасть покажу как она делает все будьте здоровы а